Очень интересно, действительно интересно. Я бы хотел, чтобы в своем стеснении попробовать скристироваться на определенных ключевых моментах, потому что затронуть всю проблему в целом, наверное, будет непросто. Первое, что я хочу сказать, это в отрасль нашей российской культурологической особенности, по поводу которой есть очень много известных пословиц, комментариев, что русские дома-то пригорают, что мы долго готовимся. И мне кажется, что эта особенность для нас очень опасна, потому что цифровая отбороза, называемая ее как угодно экономика, она не вопрос будущего, она уже сегодня здесь и сейчас. Если мы не успели принять соответствующие решения, как на государстве, на уровне, так и на уровне компании, мы точно начнем к катастрофическим отстанавливать. Буквально несколько цифр в дополнение к тому, что узнал выбирать. Сегодня, так как для понимания масштаба, объем рынка промышленного интернета оценивается в 700 миллиардов долларов. Ну, почти три. Можете представить, какой масштаб инвестиций, какой масштаб средств вкладывается. А на сегодняшний день компании, которые сегодня в России активно используют это, они, можно ли, пересчитать по пальцам. Метод движется в сторону Connective Wall, ну, то есть подключенных устройств. Темпы роста планируется, что с 15-го года, когда количество подключенных устройств считалось 15 миллиардами, вырастет у нас, как они будут, до 75 миллиардов устройств. То есть это все то, что будет обслуживаться, поддерживаться, эксплуатироваться и менять наш с вами окружающий мир. Несколько цифр вокруг известной темы по коммуникации 5G, да, инвестиций. Вот Китай, только один Китай взял на себя обязательства прогнозирует более чем-то 500 миллиардов долларов в переоборудование и создание сети 5G до 30-го года. Это просто несколько слов о масштабе той трансформации, которая сегодня происходит и в которой мы должны все княться от этой системы. И фонд Сколкова, как правильно было сказано, пытается решать другую проблему или часть этой проблемы, это вопрос регулирования, потому что изменение формата оперирования и перехода цифр, условно, требует решения высокого количества вопросов, связанных с откроводательной инициативой. Фонд на сегодняшний день в рамках работы, оно о цифровой экономике, как занимается вопросами подготовки предложений для правительства, для самозаконодательной инициативы. На сегодняшний день подготовлено более 40, мы надеемся, что большая часть весельной сессии будет рассмотреть и принято, но уже проходила, конечно, очень медленно, потому что по нашим оценкам их должно быть больше 100, и если мы их не решим, то мы точно начнем вставать в этом месте. Хотел бы выделить три направления, которые, мне кажется, на деле важны. Первое, конечно, это доступность данных. Доступность данных как технически общего пользования, такая действительная методика сегодня не предоставляет такой возможности по любому совету данным. не открыто, и доступ к личным данным. Но это тема, которая у нас у всех на слух, и вариантах проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы именно решение этих проблем, он очень большой. Это и медицина, это и известная тема распознавания личности, и уже сегодня есть определенные примеры судебных разбираются по этому поводу. Нам удалось сегодня, мне кажется, подзакроить какой-то первый вариант, который позволяет пользоваться персональными данными без идентификации личности. Если такой закон будет принят, то это будет большой толчок и в лицине, и все люди, которые работают с телевизорной информацией, это и широкие рынки МИТ и так далее. Это первое направление – проблема данных. Второе направление – это электронные документы оборудования. На этом очень много делается, уже что-то сделано, но вопросы электронной подписи, вопросы стандартилизации, обмена документами, подготовленными, как в рамках компании, так и в рамках проверки в своей ошибной регуляторной структуре. Это большая и сложная задача, которая будет оказывать существенное влияние на эффективное совершение всех подвигов. И третье – на сегодняшний день хотел бы выставить слова искренней благодарности и поддержки разнообразной Министерству экономики. Это дело связано с правовой песочностью, потому что такой термин вроде бы звучит так странноватым, но он очень важен. Потому что это закон о том, чтобы как можно быстрее отрабатывались пилотные проекты, связанные с внедрением тех или иных технологических решений. Это не пилотный, браслант, это и многочисленные другие технологические решения, которые требуют продвижения адаптации и выработки соответствующих решений. Это проблема робототехники, это проблема ответственности, известная всем нам при продвижении платформенных решений. Известная тема, кто отвечает в седратор информации, либо компания, которая оказывает услуги, и сегодня дискуссии в этом плане очень активны. Поэтому чем быстрее мы двинемся в этом направлении, тем эффективнее будут наши решения. Понимая, что мы трюли, несколько слов, что журналисты снимают шляпу, как представитель спорта, или занимаешься, как руководитель, представитель дискуссии. Вы знаете, мы сегодня точно стоим на пороге, когда не действительно компания, которая хочет шагать в ногу со всеми изменениями и трансформациями, которые происходят, должна внедрять цифровые технологии в виде тех или иных моделей, тех процессов, которые мы управляем. Вы знаете, вот есть такой термин, как цифровой двойник, который, как правило, использовался на этапе проектирования сложных устройств, но сегодня должна произойти трансформация и перенос цифровой модель, наиболее расширенная платформенная цифровая модель на весь бизнес-процесс. Он может быть чуть сложнее, чуть короче, это может быть унипродуктовая какая-то, может быть более сложная модель. Это в нашем случае марсерватовая модель в целом для инвестиционной группы и не имея полного объема достоверной информации, решать быстро те задачи, которые необходимы, невозможно. Но вот тут мы сталкиваемся с очень интересным уверенностью. Мы все привыкли, чтобы проинвестировать что-то, посчитать, да, посчитать, какой экономический эффект даст вам определенная инвестиция. Вот я бы, чтобы... порекомендовал бы, если бы и в первую очередь, в работе с нашим менеджментом и нашим коллегом, что на сегодняшний день этому вопросу уже не стоит. Это категория масса. Это просто, оказывается, мы были цифровой технологией, получить модель того бизнеса, которым ты управляешь. А вот второй вопрос о том, что, получив такую цифровую модель, нужно перейти к принципу новой задачи. Не надо автоматизировать те бесконечно устаревшие процессы, которые являются рутинами и существуют в ваших офисах. Мы управляли годами бизнесом, через совещания, через инструкции, директивы и так далее, и так далее. Это уходит в день прошлого. У вас сегодня технология дает вам возможность совсем по-другому строить процессы управления, процессы принятия решений и повышения эффективности, что самое важное, этих процессов. Приведу два примера, которые мы активно пробегаем. Примеры, которые связаны с промышленными трендерами глобальной. Далее, конкретно, технологии предсказательной аналипнетики очень активно присутствуют в энергетическом синдоре. И внедрение такой технологии предсказательной аналипнетика существенно повышает эффективность управления объектами, которые вы эксплуатируете. То есть, уничтожение, как минимум, управления технологическим обстоятельством, сокращение числа ремонтов, отраспасов, особенно аварийных, у вас у всех на слуху ситуация с Альянской Америки, была бы там система предстоятельной анализы, такого бы никогда не случилось. И казалось бы, что первоначально трудно просчитывали эффект, уже сегодня дает возможность покупать какие-то инвестиции фантастические, дорогосрочные сроки. Поэтому за это будущее я это поддерживаю, но это еще как-то абсурдно. Спасибо. Спасибо.